Первый молебен об особенных детях, страдающих недугом аутизма и другими речевыми расстройствами, был совершен 10 декабря в Никольском храме деревни Островцы. Преподобного Алексея Голосеевского призывают для молитвенного заступничества перед Господом о детях с речевыми расстройствами и аутизмом не случайно. Это связано с удивительным случаем из его жития. Преподобный Алексей Голосеевский, известный старец и духовник, с рождения был нем. Когда ему исполнилось 13 лет, митрополит Киевский Филарет позвал их с матерью на пасхальную всеночную. Владыка дважды поприветствовал их словами «Христос воскресе!» и мальчик ответил «Воистину воскресе!» С тех пор он заговорил. В 1857 году стал послушником в Киево-Печерской лавре при типографии. В 19 лет принял постриг с именем Алексей. После пострига он нес послушание в первом больничном монастыре при лавре. Здесь его посвятили в Сан-Иеро-Дьякона, а спустя два года – в Сан-Иеро-Монаха. Много лет он нес различные послушания в лавре, а затем в Спасо-Преображенской и Голосеевской пустынях. В Голосеево преподобный Алексей прожил 21 год, неся послушание духовника и ризничего. Именно в Голосеевской пустыне в полной мере наступил рассвет старческой деятельности преподобного, и ярко раскрылись духовные дарования батюшки, которых удостоил его Господь. Молитвы, прозорливости и мудрости, но более всего – утешение страждущих.